Состоялось очередное заседание Законодательной палаты Алии Маджлиса. Депутаты рассмотрели ряд законопроектов, направленных на углубление реформ, осуществляемых в различных сферах общественной жизни страны. Все подробности у моей коллеги Тамилы Икрамовой. Сначала депутатами во втором чтении был постатейно обсужден проект закона, несенный под новым названием, о деятельности по налоговому консультированию. Как отмечалось, в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению рабочая группа рассмотрела мнение и предложение, данные в ходе обсуждения депутатами, специалистами на заседаниях и внесла в проект закона ряд редакционных изменений и дополнений. Данным документом определяется, что претендент на должность налогового консультанта может получить квалификационный сертификат при наличии стажа работы не менее пяти лет, в том числе по экономической или юридической специальности трехлетние требования упрощено и установлено в два года. Как отмечалось, принятие данного законопроекта послужит формированию эффективно функционирующего Института налоговых консультантов, регулированию отношений в сфере налогового консультирования, оказанию квалифицированных налоговых консультационных услуг налогоплательщикам. Почему сейчас нужны налоговые консультанты? Наши предприниматели не успевают за ходом экономических реформ, и они не могут знать свои некоторые налоговые преференции. А налоговые консультанты учат наших налогоплательщиков, как правильно платить налоги. При представлении налоговых отчетов в налоговый комитет наши налогоплательщики могут теперь использовать помощь налоговых консультантов. После обсуждений проект закона был принят депутатами. Далее депутатами был рассмотрен и принят в третьем чтении проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторый законодательный акт Республики Узбекистан в связи с совершенствованием процедур изъятия земельных участков для общественных нужд с компенсацией. Еще один вопрос, вошедший в повестку дня. Проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторый законодательный акт Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы работы с электронными доказательствами. Отмечалось, что под электронными доказательствами подразумеваются электронные документы, аудио, видеозаписи и киноизображения. В ходе бурных обсуждений депутаты выступили против определенных норм документа, предложив доработать некоторые статьи законопроекта. С учетом высказанных мнений, законопроект был возвращен в ответственный комитет. В первом чтении концептуально рассмотрен и принят разработанный группой депутатов проект закона о внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием избирательного процесса в местные кеньяши народных депутатов. Данный проект закона был разработан в целях восполнения пробелов законодательно регулированных в связи с изменением избирательного округа депутатов. то есть при создании новых административно-территориальных интересов или изменении его границ. Проектом закона предусматривается определение нормы по созданию количества избирательных округов. Дается полномочия Сенату, а также областным народным кингажам. Кроме того, создание специальной комиссии для проведения избирательных процессов. На этом очередное заседание законодательной палаты Оли Маджлиса завершило свою работу.